я приветствую всех на своем канале желаю всем крепкого здоровья но сегодня мы поговорим с вами о том как организм повышает температуру когда мы болеем и прежде всего я хочу поблагодарить своих модераторов они заметили в этой схеме ошибку обратите внимание на нее исправьте своих конспектах цитохром c передвигается межмембранном пространстве и я сейчас показываю что цитохром c переносит электроны по межмембранному пространству в прошлом видео я вам рассказывала как синтезируется атф однако дельта мю h не весь идет на образование атф да действительно образуется атф примерно 50 процентов от той энергии которую мы взяли от дельта мю h и еще 50 процентов энергии рассеивается виде тепла за счет этого мы не только получаем энергию но также и нашу температуру тела в норме 36 и 6 ну а при болезни как она будет повышаться мы сейчас рассмотрим да и не забываем плюсик поставить том что это потенциал протонов нельта мю h давайте рассмотрим импровизированную систему где указала 50 процентов атф 50 процентов теплопродукции и я изобразила две альтернативные системы вариант а когда мало атф организме образуется но большое количество теплопродукции и когда образуется большое количество атф но при этом очень низкая температура тела давайте сначала рассмотрим систему б низкие температуры низкие 20 градусов 10 градусов ну как бы несовместимы с нормой поэтому явно такой вариант в норме не рассматривается и сразу говорю высокие концентрации атф в организме накопить нельзя потому что даже при малейшем повышении концентрации атф тормозятся процессы синтеза атф то есть вот этот вариант однозначно невозможен для организма и теперь рассмотрим вариант а низкая тф и высокая температура высокая температура понятно в организме может быть высокая температура мы болеем 39 40 температура то есть этот вариант мы даже у себя наблюдаем и низкие концентрации атф и вспомните себя в тот момент когда вы болеете вот ваша низкая энергетика то есть у вас слабость вы лежите вам трудно поднять руки вам трудно ходить это результат вот этой низкой энергетики получается что вариант а как раз таки и возможен в организме и даже сейчас мы видим подсказки чтобы поднять температуру тела достаточно снизить количество атф ниже 50 процентов тогда теплопродукция будет больше 50 процентов как указано в системе а и так каким образом снизить синтез атф перед вами знакомая картинка гипотеза мечела и появился еще один объект это белок термогенин обратите внимание в этом белке есть канал и протоном все равно куда идти через канал атфазы либо через канал канал белка термогенина то есть давайте половина протонов пойдут через эту фазу часть протонов уйдет через канал термогенина то есть вернется назад в матрикс и что у нас получается меньше протонов прошло через эту фазу соответственно меньше атф синтезировалась то есть снижается концентрация атф и автоматически растет теплопродукция вещества которые снижают синтез атф то есть разобщает нашу систему окислительного фосфорилирования называются разобщители мы уже с вами разбирали что такое сопряжение по гипотезе мечела давайте посмотрим что происходит при разобщении все процессы будем проверять идут они или нет первый процесс транспорт электронов по дыхательной цепи в принципе ничего не мешает транспорту то есть он идет перекачка протонов из матрикса межмембранное пространство тоже они перекачиваются ничего этому не мешают образование дельта мю аж вот с этим возникает проблема если часть протонов утекает то есть уходит назад в матрикс то потенциал наш снижается что собственно приводит к снижению синтеза атф то есть таким образом разобщители снижает потенциал или снижает образование потенциала на мембране разобщители можно разделить на две группы это канал образующие и протона фор и протона фор и еще по-другому можно назвать воры протонов канал образующие белок термогенин с которым мы уже познакомились представители протона форов более разнообразно это жирные кислоты это гормоны щитовидной железы т3 т4 очень интересное вещество 24 динитрофенол а также различные антибиотики таким образом все эти вещества повышают температуру нашего тела а как работает жирная кислота я конкретно сейчас покажу немножко акцентирую внимание на т3 т4 понятно теперь что люди гипотириозом имеют низкую температуру потому что т3 т4 это разобщитель и вариант гипертириоза у человека всегда повышенная температура что касается 24 динитрофенола то в 50-х годах это было ну как бы очень популярным средством для похудения считалось что если это разобщитель следовательно температура тела повышается он при этом снижается синтез а тф меньше синтеза тф меньше синтеза жира и люди худели да действительно люди худели но дело в том что побочный эффект был у него не совсем обычные температура настолько поднималась то есть он был очень сильным разобщителем что никакое лекарственное средство снижающую температуру не действовало и люди просто как бы сгорали изнутри поэтому отказались от этого средства для похудения но антибиотики иногда мы принимаем и после этого поднимается температура то есть запомните некоторые антибиотики это разобщители давайте рассмотрим как работают воры протонов перед вами жирная кислота понятно что это фосфолипидный без слой мембраны то есть жирные кислоты тоже гидрофобные они могут перемещаться дефунтировать по мембране обратите внимание вот жирная кислота без протона она захватывает протон из межмембранного пространства протонируется легко диффундирует на другую сторону мембрана и выбрасывает этот протон без протона цикл повторяется то есть дыхательная цепочка работает работает перекачивает протоны а вот этот вор он просто берет эти протоны и перетягивает перетаскивает ворует возвращает в матрикс и еще раз вспоминаем два вида разобщители это канал образующие и протона форы здесь никакого канала нету просто протоны перетаскиваются через мембрану и не забываем сделать три шага первое поставить лайк если вам понравилось видео напишите свой комментарий под видео а также если вы еще не подписаны то подпишитесь всем удачи